здравствуйте мои дорогие друзья рада вас снова приветствовать на моем канале и сегодня мы с вами продолжим изучение немецкого языка и в частности у меня была заявка на самые распространенные немецкие слова или глаголы и мы сегодня начнем с первых трех глаголов которые в общем-то являются одними самыми и распространенных и употребляется очень и очень часто почти постоянно но мы сегодня разберем только с вами так называемую форму фольверб или полный глагол то есть когда они используются именно в том смысле в котором я вам их дают а именно в этом переводе и так первый глагол sein быть второй глагол вертин становиться и третий глагол иметь теперь разберем непосредственно первый глагол это зайн это быть и прежде чем мы разберем как склоняется этот глагол и в частности коньюгацион по-немецки это называется склонение или коньюгацион как склоняется нам нужно естественно местоимение также как и в русском языке я ты он она здесь есть точно такие же местоимения и в частности мы начнем с местоимения а вот здесь непосредственно вот это вот ряд это есть эти все местоимения и так первое местоимения и я ду ты и он зе она с она вея мы и а вы зе они и зе гроз где шри был то есть большую букву написан это вежливая форма употребление так у нас вы когда мы на вы с ванной обращаемся теперь переход непосредственно коньюгации или к склонениям этих глаголов их пинь если мы напрямую будем переводить то это будет я есть но по-немецки так не говорят в общем то есть и так далее то есть это глагол употребляется находится обязательно является основной частью предложения но он не переводится и так каких случаях используется за глагол в случаях если допустим вам нужно представиться если указывается национальность если указывается профессия и так бетайхнук националитет и и так примеры первая бетайхнук я наталья я наталья ту бист антон он антон си ист клаудия она клаудия националитет их пенорусе я русский то есть дойче он немец си зинт америка на они американцы тебе профессия визент ляра мы учителя и зает мала они маляры маляры и ист кунстля он художник следующая форма использования этого глагола это с прилагательными или по-немецки аддиктивы мид аддиктивен и теперь пример рассмотрим ты бист нет ты очень милый здесь лаву она умная и ист фаул он ленивый зизинт фрэндлих она дружелюбная или вы дружелюбные если мы воем как вежливая форма визент модерн мы современные эзайт альт вы старые и вот здесь пожалуйста внизу примеры есть картинки пожилого мужчина альт эист альт и девочка зи ист юн она молодая теперь используется точно так же вот эти глаголы если мы хотим указать возраст дату или время за ангабы фон альтер датом и урзайт и так здесь 15 яра альт она ей 15 лет ту бист цен яра альт тебе 10 лет пойти из-то секс-те хэбруа сегодня 6 февраля эс ист 20 уа сейчас или просто восемь часов теперь переходим глаголу и теперь рассмотрим вначале непосредственно его склонение формы как он склоняется от глагол и начинаем с первой вместоимения и хабы я имею до хааст ты имеешь ахат он имеет си хат она имеет эс хат она имеет виа хабы мы имеем яхат вы имеете си хабы они имеют он си хабы вы имеете то есть и так теперь глагол хабы он используется если мы хотим указать на то что мы чем-то владеем baby сиц и хабы а у то у меня есть машина эхат ай хаус у него есть дом си хат ай на ура у него есть часы дальше при принадлежности какого-то объекта к субъекту бай зуга риха дес объект зум субъект и хабы швеста у меня нет си стюар ду хааст царь у тебя есть время си хат брауны ауган у него а кайчеве глаза и бабе стимтен вендонен тоже используется например и хабы эс ай лих и тпе глагол werden их петли я стану ту вест ты станешь зи вирт он она станет эс он станет эс вирт она станет вибрид мы станем эр вар дит вы станете зи вар дин они встанут и зи вар дин вы станете и теперь переходим непосредственно к примерам каком случае используется например если мы допустим кем-то хотим стать или что-то изменится в природе это называется по-немецки айн бештимтен суштан бе цингсвайзе айн бештимте айген шахт эрайхин например эр вирт лера он станет учителем дас бета ведь моген бесса погода станет завтра лучше ас вирт кальт будет холодно теперь следующая форма если что-то к чему-то развивается сихцию от вас энтвикин здесь пользуется прошедшая форма этого глагола как раз мы ее не разобрали но вот такая форма это прошедшее время а вот это он стал предателем это можно сказать он стал предателем просто то есть ветер превратился в шторм или то есть ветер стал штормом теперь я хочу с вами попрощаться пожелать вам всего самого наилучшего и в следующий раз вас ждут новые глаголы а теперь до новых встреч пока пока а